Т. Ч. О. Мист, Великобритания Столетия назад Америка спасла миллиону русских от голода. Т. Ч. О. Мист, Великобритания 11 ноября 2019 года Для большинства людей, чьи мышления сформировали холодная война и нынешние ледяные отношения, Россия и Америка всю жизнь были заклятыми врагами. Когда в 1991 году Советский Союз распался, Америка праздновала победу. Когда Владимир Путин решил отомстить за историю и вернуть России ее величие, он принялся разжигать антиамериканскую истерию и глумился, что американский экспансионизм выдохся. Дональд Трамп же считает, что Америка в последнее время стала чересчур мягкотелой, и с путинской критикой по сути согласился, пообещав поставить интересы Америки во главу угла. Вспоминая в своей книге «Русское задание» величайший гуманитарный подвиг Америки за всю историю. Спасение миллионов жителей молодого советского государства столетия назад, Дуглас Смит Дуглас Смит отвергает как современную мифологию обеих стран, так и искаженную историю, которую насаждают их лидеры. В 1920-1922 годах по опустошенной войной и разоренной революции России прокатились засухи. Страна оказалась на пороге повального голода, едва ли не самого жуткого в истории Европы. Отчасти он был рукотворным, испытав на себе продразверстку, массовые казни и красный террор. Русские крестьяне забросили пахотные земли, сея самый минимум, необходимый для собственного выживания. Прекрасно понимая, что продовольствие означает власть, Владимир Ленин отказался от военного коммунизма в пользу новой экономической политики. Власти заменили продразверстку продналогом и пошли на ряд уступок к капитализму. Но большевики поздно спохватились. К концу 1921 года огромную территорию в Повольжье уже охватил голод, вплоть до каннибализма. Большевики пришли к власти склятвая дать людям хлеб и остановить войну, но теперь их грозил смести голод. Не в силах прокормить свой народ, вожди пролетарской революции обратились за помощью к Западу. Большевистский писатель Максим Горький, некогда демонизировавший американский капитализм, призвал всех честных европейцев и американцев дать хлеб и лекарства. На призыв откликнулся будущий президент Герберт Гуверр, Эрберт Аверр, основатель американской администрации помощи, Ара. Причем не из симпатик кровавой тирании большевистского режима, а из веры в священную миссию Америки и ее способность изменить мир к лучшему. Раз голодают дети, Америка должна облегчить их страдания. Мы должны проводить различия между русским народом и захватившей власть кликой, заявил Гуверр. Ара навлекла на себя подозрения советского правительства тем, что настаивала на полной автономии, равно как и своими обещаниями помогать всем страждущим вне зависимости от расы, вероисповедания и социального статуса. Ведь советская власть ликвидировала целые классы граждан и национализировала не только частную собственность, но и саму человеческую жизнь. Однако выбор стоял так, потерять лицо или потерять страну, и большевики на условии Ара согласились. Но следить за операцией представили тайную полицию. И все же двуличие паранойи советского правительства преследовали Ары до самого конца. Большевистские вожди во все слышание осыпали американцев похвалами и благодарностью, а тайная полиция инструктировала местных чиновников. Никаких демонстраций и прочих выражений народной благодарности, ни при каких обстоятельствах. Как только российское задание успешно завершилось, власти принялись стирать всю память об американской помощи. В большой советской энциклопедии 1950 года здание Ара называется прикрытием для шпионской и подрывной деятельности и поддержки контрреволюционных элементов. В современных российских учебниках этот эпизод практически не упоминается. Но об этой странице истории следует помнить не только России, но и Америке, чье величие в 20 веке строилось не только на военной мощи, но и на гуманитарных чаяниях. Как писал Горький Гуверу, великодушие американского народа воскрешает мечту о братстве между народами в то время, когда человечество так остро нуждается в милосердии и сострадании. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.